Народ, всем привет, с вами Тимур и iOS 13 наконец-то вышло. Вы теперь можете абсолютно все установить себе его на ваш iPhone. Просто заходите в настройки, основные обновления ПО, скачиваете и кайфуете. Если вы использовали девелоперскую или публичную бету, вы должны будете удалить ваш профиль. Заходите в настройки, основные профили управления устройством, удаляете профиль, перезагружаете ваше устройство и потом уже обновляете. Почему я делаю это видео? Потому что очень много людей, которые не слезали с iOS 12, не устанавливали себе там бету и не тестировали вот эти вот новые функции, фишки в iOS 13. Я хочу, чтобы после того, как они установят себе вот этот вот iOS 13 релиз, использовали эту операционную систему в полный рост вообще. До мельчайших деталей я вам сейчас все покажу. Ну что ж, погнали. Итак, первое нововведение, ну как бы это банально не звучало, это, конечно же, темная тема. Заходим в настройки, экраны, яркость и можно вот таким вот образом ее включить. Если перейти в параметры, то можно поставить галочку непосредственно от заката до рассвета или же настроить расписание. Вы можете ее настроить сами, поставить время, когда включится темная тема и когда она отключится. Примерно вот так вот. Смотрим дальше. Итак, переходим в раздел обои. И тут есть такой вот раздел затемнения обоев. То есть, когда вы включаете, допустим, темную тему. Если вы хотите, чтобы ваша обоина также затемнилась, то вы включаете ее. А если вы не хотите, чтобы она оставалась стандартной, если вы хотите, то есть, чтобы она была стандартной, то вы отключаете. Давайте в примере сейчас покажу, как это работает. Допустим, мы включаем затемнение обоев. Выбрать новые обои. Так, все фото. Вот у меня обоина, да. Вот так вот она примерно выглядит. я беру ее и устанавливаю. Окей, я установил. Смотрите, стандартный вид обоины. Я теперь включаю темную тему и у меня обоина затемнилась. Вы поняли теперь смысл? А если я сейчас убираю вот это вот все и также я уберу вот это вот затемнение обоев, но включу темную тему. У меня темная тема сейчас включилась, вот, как вы можете сами видеть, но обоина не затемнилась. Примерно вот так вот это работает. Также теперь тут появилось новое обновление в галерею, которое я просто полюбил. Заходим в фото, вот стандартный вид галереи, допустим, недавние и там всякие разные избранные люди, места и так далее, и так далее. Если мы перейдем в раздел фото, смотрите, тут можно сделать, допустим, вот год, 19-й год, 18-й год, 17-й, 16-й, там и так далее, и так далее, 14-й. Можно сделать вот так вот, допустим, вот, сентябрь, там, 1-е сентября, там еще что-то, май, август, короче, по месяцам можно вот так вот сделать, чтобы легче было найти вам какую-либо фотку. Это очень удобно, кстати. Вот месяцы, годы, дни и все фото. Вот так вот это примерно смотрится, ребятки. Итак, смотрим следующую новую функцию. Заходим в настройки. Так, теперь в раздел аккумулятора, состояние аккумулятора, и тут у нас новое подразделение, оптимизированная зарядка. Что она делает? Вот, допустим, когда вы ложитесь спать и ставите ваш телефон заряжаться, каждый раз, когда вы идете спать, и телефон ваш заряжается, он как-то вот просчитывает, изучает цикл вот зарядки. Как вы вообще заряжаете ваш телефон? И когда вы, допустим, ложитесь спать, допустим, в 12, у вас там, не знаю, 10% зарядки, он до 80% зарядится, и остальные 20% он растянет на какое-то время, чтобы у вас такого не было. Вот до 100 зарядился, и он до сих пор заряжается. Чтобы таких вот мучений аккумулятора не было, они придумали вот такую вот фишку. Давайте теперь взглянем на следующую новую функцию. Заходим в настройки, сообщение, спускаемся на самый низ, и тут у нас новое подразделение, фильтрация по отправителю. Вы ее включаете, и после того, как вы ее включаете, переходите в сообщение. У меня теперь два подразделения, это неизвестные отправители и контакты и смс. То есть, если мне приходит какое-либо там сообщение из неизвестного человека, который не существует в моих контактах, то это идет вот этот вот раздел. А если те люди, которые есть у меня в контактах, пишут, то это идет в этом разделе. Я это не буду нажимать и открывать, потому что там есть мои сообщения. Ну, вы поняли смысл. Итак, в iOS 13 теперь есть такая вот функция, как Haptic Touch. Раньше это было 3D Touch, когда вы вот так зажимали, и у вас вот такая вот функция появлялась. А можно теперь вот так вот взять, удержать, просто long press сделать, долгое удержание. И та же самая функция у нас появится и здесь. И та же самая у нас получается с фотками. Можно вот так вот удержать, скопировать, поделиться, избранные удалить и так далее, и так далее. То же самое в notification bar я беру вот так вот, держу и все. Это означает то, что теперь телефоны, которые не поддерживают 3D Touch, тоже могут использовать данную функцию. Допустим, iPhone SE или же iPhone XR. Там и все. Потому что iPhone 6, 6 Plus уже не поддерживают iOS 13. А iPhone 6s имеет уже 3D Touch. Итак, следующая обведительная новая функция это Download Manager в Safari. Теперь стало легче скачать какие-либо видеоролики, аудиофайлы, музыку непосредственно в Safari. Так же, как это вы делаете в своих Android. Заходим в Safari и, допустим, вот у меня сайт Apple, да, стоит. Или же, допустим, вы можете открыть Safari, вбить в Google, допустим, какую-либо песню. И там разные сайты же есть, где можно скачать. И нажимаете скачать. И Safari вам уже скачает эту песню непосредственно на ваш iPhone. Смотрите. Я тут нашел вот такую вот ссылку. Watch the Film, Watch the Keynote. Я просто удерживаю эту ссылку. Смотрите. Удержал. И тут у меня есть такое подразделение «Загрузить файл по ссылке». Я нажимаю сюда. И у меня вот это вот все дело уже скачалось. Вот 48 килобайт он весит. Окей, давайте Watch the Film сделаем и скачать файл по ссылке. У меня это должно быть уже видео. Вот видео у меня скачивается. Он весит 99 мегабайт. И смотрите. Мы теперь заходим в настройки. Так, ищем Safari. Спускаемся на самый низ. Где у нас это все дело было? Загрузки. Вот смотрите. Загрузки. У меня то, что я скачиваю с Safari, загружайте непосредственно на мой iPhone. Или же мы можем нажать на другая, допустим, да. И вы, наверное, все уже знаете про приложение Documents. То есть, если вы хотите себе скачивать музыку или же видеофайлы или же фильмы с интернета, то вы скачиваете себе эту программу Documents. И все. Потом, чтобы Safari вам сохранял непосредственно в Documents, вы должны сделать вот эту вот процедуру. Вот Documents by Riddle. И все. Удерживайте сюда. Нажимайте на «Готово». И все. После того, как вы нажмете на какой-либо значок «Скачать песню» или же музыку, или же еще что-то, у вас эта вот песня сразу скачается в Documents. Это удобно. А если вы хотите, чтобы вот этот вот видеоролик, который мы сейчас скачиваем, непосредственно сохранился в галерею, то что мы делаем? Заходим в «Другая» и оставляем на папку «Загрузки». Все. Готово. Вот и все. Вот так вот это все дело изи делается. И после того, как вот это вот видео у нас скачается, я просто нажимаю на это видео и сохраняю в галерею. Это очень легко. Итак, с приходом iOS 13 теперь возможность делать Live Photo есть у всех. Даже у iPhone SE. Ну, наверняка все вы знали то, что Live Photo к нам пришло вместе с iPhone 6s, а на iPhone SE изначально не было возможности делать Live Photo. Теперь она есть у всех. Вот такие вот дела. Смотрим следующую функцию. Заходим в музыку. Apple Music. Смотрите, я сейчас уберу звук вот так вот. Воспроизводим эту песню. Если нажать вот сюда, то у нас идет как бы Live Karaoke. Как бы субтитры вот так вот идут. Это очень удобно. Кстати, когда вы слушаете какую-либо музыку и хотите посмотреть текст, вы просто нажимаете сюда и читаете себе там Karaoke. Также в iOS 13 теперь есть возможность подключить сразу две наушники. Допустим, скажем, у вас две AirPods, и там вы сидите, допустим, с девушкой, и вы хотите обе слушать музыку или же посмотреть фильм. Вы берете там свои AirPods, одеваете и подключаете одновременно две наушники. Это нереально удобно. Красавцы. Итак, давайте перейдем на сайт Apple. И вот такой вот на сайт, да, получается. Мы делаем, бац, скриншот. Открываем этот скриншот. Переходим во всю страницу. И, как вы можете видеть, мы сделали скриншот прям полностью, всю страницу. Если нажать вот сюда, можно теперь поделиться. Сохранить. Допустим, сохранить файлы. Я беру и сохраняю его как PDF документ. Давайте сохраним, допустим, в Documents by Riddle. Я взял и сохранил. Итак, смотрим следующий фильм со скриншотом. Делаем скриншот. И, не отходя от кассы, прям удерживаем этот скриншот. Все вот эти вот функции, которые были доступны, когда мы заходили в галерею. И потом уже там копировали, там, печатали. Не знаю, что еще можно там делать. Поделили, сохранили, сделали дубликат. Все вот это вот отправить кому-то там по почте, по сообщению и так далее, и так далее. Ну, короче, пользуйтесь, это очень easy. Итак, давайте теперь посмотрим на самое интересное. Заходим в галерею, открываем вот эту вот фотку, нажимаем на «Править» и посмотрим мы с вами сейчас, что нового они сюда добавили. Допустим, нажимаем на «Кроп». Если нажать вот сюда, в левый верхний угол, то можно вот таким вот образом поворачивать эту фотку. Если вот это вот удержать, сами видите, что можно делать. Так, смотрим это. Вот таким вот образом можно искажать фотки. А если это, растягиваем. Смотрим, что они еще тут добавили. Итак, переходим теперь, допустим, на видео. Вот оно у нас, видео. Нажимаем на «Править». Смотрите, можно видео так же вот так вот взять и кропнуть. Вот так вот кропнуть можно. Или же так же играться, то есть поиграться с видео, как мы недавно поигрались с фоткой. Нифига себе. Теперь можно добавлять непосредственно фильтры на ваше видео, не отходя от кассы прямо в галерее, не используя какие-то там сторонние приложения. Короче, это очень легко и просто стало. Офигительно, мне понравилось. Смотрим следующую интересную функцию. Заходим в «Заметки». Вот у нас текст. Мы берем, отмечаем и копируем его. Смотрите, берем три пальца и подсделаем, копируем. Я сейчас уберу этот текст, чтобы вам показать. Три пальца берем, вот так вот делаем и вставляем. Удобно же. Если взять три пальца опять, сделать свайп влево, то будет не применять. А если делать свайп вправо, то применять. Офигительно. Итак, следующее, что мне очень понравилось, это смотрите что. Заходим в «Настройки», «Сафари» и тут у нас есть новая функция, как закрытие вкладок. Заходим сюда и смотрите. Скажем то, что у вас там очень много вкладок, которые вы не закрыли в «Сафари», но нужно было закрыть. Если поставить на день спустя, допустим, день спустя эти все вкладки у вас удалятся. А если вы любите удалять вручную эти вкладки, которые вы пана открывали, я не знаю, у вас какие-то там фантазии, то удаляйте его сами. Итак, переходим опять в «Сафари». Если мы зажмем вот эти вот две буковки «АА» и нажимаем на «Скрыть панель инструментов», то у нас панель инструментов, соответственно, закрывается. И у нас получается больше пространства потреблять контент непосредственно в браузере «Сафари». Опять же, зажимаем сюда буковки «АА». Если нажать на запрос на настольный веб-сайт, то мы получаем настольный веб-сайт. Итак, следующая функция. Перехожу в сообщение, беру свои два пальца, вот таким вот образом делаю тап двумя пальцами, и я отметил это сообщение. Я могу удалить или же переслать. А раньше мы как это делали? Сейчас покажу. Мы вот так вот удерживали, потом нажимали на «Еще», и вот таким вот образом мы отмечали сообщение. Итак, следующее из самого интересного, то, что добавили в iOS 13, это, конечно же, стандартный клиент почта. Мы открываем почту, пишем кому-либо письмо, допустим, да, можно вот так вот писать. Если нажать вот сюда, вот, смотреть, что мы можем делать. Нажимаем на самый край, и можно вот так вот рисовать, там, не знаю, что вы хотите, там, нарисовали, окей, вставить рисунок. Рисунок мы вставили и отправляем, да. Или же мы опять же зажимаем сюда, можно сделать сканер какого-либо документа, и потом уже отправить. Окей, это тоже офигительно. Так, смотрим, что у нас тут еще есть. Так, зажимаем сюда, и мы открываем приложение «Файлы», откуда мы можем отправить какой-либо файл. Тоже очень-очень удобно. Так, теперь открываем камеру. Опять же, у нас открывается камера, можно что-нибудь сфоткать и отправить. Или же последнее мы смотрим, что у нас тут есть. «Галерею» открываем, вот если вот нажать сюда, «Галерея» у нас открывается, и мы отправляем какую-либо фотку с галереей. Итак, последний пункт, это, конечно же, вставить какой-либо текст. Допустим, жирный текст, курсив, там выбрать какой-либо цвет для текста, шрифт по умолчанию, и так далее, и так далее. И когда вы установите себе iOS 13, обязательно попробуйте эти функции, а мы смотрим дальше. Заходим в «Настройки» и переходим в раздел «Универсальный доступ». Далее мы открываем «Управление голосом» и включаем «Управление голосом». Вы убедитесь в том, что у вас язык стоит английский. После того, как мы ее включаем, как вы можете видеть, у нас появилась такая вот херня. Слушаем. «Go home». «Swipe left». «Swipe left». «Show numbers». «21». «Go home». «Swipe left». «Swipe right». «Show numbers». «28». «Go home». «Go home». Ну, вы, наверное, поняли, зачем и почему эта функция была придумана. Я не до конца вам показал, что она вообще умеет, но, в принципе, принцип работы вы поняли. Но, опять же, эта функция была сделана для тех людей с ограниченными способностями. Молодцы, прям понравилось. Итак, переходим теперь в App Store и вот эти приложения, которые хотят у меня обновиться. Допустим, я такой смотрю, чтобы обновить, а чтобы не обновить. И думаю, блин, а вот это вот приложение PhotoMS мне не нужно. Я просто беру свайпы и удаляю его. Вот как вот. Изи можно удалять теперь ваше приложение, а не искать там у себя на рабочем столе, где он там завалялся, как мне его удалить. Кстати, я Voice Control забыл отключить. Давайте мы его сейчас отключим и поедем дальше. Смотрим следующую функцию. Заходим в настройки Face ID и внимание. То есть, как мы его нашли? Опять же, универсальный доступ Face ID и внимание. Смотрите, если вы включите вот это вот при удачной аутентификации, то есть, когда у вас Face ID вот так вот сработает, смотрите. Упс, Face ID у меня сработал. У меня есть какой-то виброотклик. То, что удачная аутентификация. Это прям очень приятно. Ты такой, знаешь то, что у тебя телефон разблокировался. Офигительно, я включил. Если кому нравится, обязательно включите. Едем дальше, открываем опять настройки. Переходим в раздел телефон. Спускаемся вниз. И смотрите, у нас что-то появилось. Заглушение неизвестных. Если мы включаем эту функцию, то неизвестные номера, которые вам звонят, они будут все заглушены. И вы можете его посмотреть только в телефоне. Он будет таким красным стоять, то, что вам этот человек звонил. То есть, вы не будете звонок принимать. Это очень удобно, кстати. Но мне эта функция не нужна. Смотрите, если вам эта функция будет, ну то есть понадобится, обязательно ее включайте. Итак, смотрим следующую новую функцию. Заходим в настройки. Так, переходим в раздел конфиденциальность. Служба геолокации. Находим тут, допустим, какое-либо приложение, допустим, инстаграм. И теперь у нас тут появилась новая функция, как спросить в следующий раз. Если мы ставим галочку сюда, спросить в следующий раз. И тогда, когда мы хотим непосредственно поставить какую-либо фотку, вот так вот берем, хотим поставить фотку, да. И add location у нас вот этот вот инстаграм будет спрашивать. При использовании приложения однократно или же не разрешать. Если нажать на однократно, то инстаграм будет использовать геолокацию всего лишь один раз, когда вы будете публиковать эту фотку. И все. Каждый раз он будет вот так вот спрашивать. И, наконец-то, последние две функции. Мы переходим в сотовую связь. Так, параметры данных. И у нас новая функция. Экономия данных. Если вы ее включаете, то ваш телефон будет расходовать меньше трафика, то есть мобильного трафика. Таким образом вы можете сэкономить. Или же мы переходим в раздел Wi-Fi. Открываем. И тут даже есть экономия данных. Допустим, скажем то, что ваш друг делает вам раздачу Wi-Fi, и вы пользуетесь его Wi-Fi. Чтобы не жрать много, вы можете включить экономию данных непосредственно в Wi-Fi. Это очень удобно, кстати. Примерно вот такие вот дела, ребят. Я надеюсь, что этот ролик вам обязательно понравился. Обязательно применяйте все вот эти вот фишки и функции, которые я вам сегодня показал, чтобы использовать iOS 13 в полной красоте, в полной, не знаю, формальности, на полный рост, короче. Вы меня поняли? Вот такие вот примерно дела. Обязательно пишите в комментариях, что вы об этом всем думаете. А мы с вами увидимся в новом видео. До новых встреч. Всем пока.